Всем доброй ночи! Итак, дорогие друзья, сегодня, точнее, этой ночью я по мере возможностей и насколько у меня хватит сил, я буду снимать ритуалы, которые давно собиралась снимать, но поскольку времени не было и немного нужно было отдохнуть, набраться сил, вот сейчас начинаю снимать. Перед вами кукла в национальном костюме таджиков, то есть таджичка. Я вам уже рассказывала об этом народе и немного освежу в вашей памяти, кто они и какого происхождения. Таджики это персы, это персидская племена, то есть персоязычные и генетика персов. Но персидского языка нет, есть фарси, называется. Так вот, таджики говорят на фарси, но естественно, на определенном наречии. Таджик от слова тадж, что означает корона. Коронные или коронованные, коронованные воины. Дело в том, что та местность, которая сейчас находится на территории Таджикистана во времена правления Кианидов, потом Ахименидов, Сефевидов, Сасанидов, это все династии персидских царей. Вот эта местность называлась Забулистан, поместье великих богатырей Достана, Рустама, Достанзаля, так звали отца Рустама. Если кто-нибудь, кому-нибудь интересно, можете посмотреть. Замечательная экранизация Рустама Сухроп, Сиявуш, Сиявуш и Рудабе, вот это времена Советского Союза, когда по некоторым данным подавляли все национальное, более всего национальных картин сняты именно в советское время, которые передавали легенды, эпосы, исторические факты народов Советского Союза. Картина замечательная, так вот, Забулистан или поместье, как их еще называли, Пахлеви, Пахлеван, то есть героев, богатырей, находилось именно на территории современного Таджикистана. и оттуда набирали для личной охраны царя, оттуда набирали воинов для полков Матьян, так называли их, бессмертные. бессмертные. их назвали по той причине, что на место погибшего воина тут же становился другой, в таком же одеяне ничем не отличались, и врагам казалось, что они не умирают. Один упал, тут же появился он вновь и встал. Его так назвали бессмертные. Это была личная охрана царя, 10 тысяч отборных воинов. Их набирали именно с той территории, которая сегодня называется Таджикистан. И поскольку это были коронованные воины или коронные воины, воины короны, воины царской семьи, потом уже шахов, шахской семьи, вообще шахами или шахин-шахами испокон веков называли персидских царей, то их назвали воины короны, воины, которых подбирают для охраны короны престола. Тадж, корона, таджики, коронованные или коронные войны. И, естественно, народность персидского происхождения, который живет на территории Таджикистана, они носители этой генетики, и они имеют полное право претендовать на общую историю, общую историю персов, которая была очень славной и один из древнейших народов, хочу вам сказать. Конечно же, сохранившаяся традиция, обычаи, которые пришли к нам издревле, еще за времен поклонения Ахурамазды, пророка Заратустра, которого называли Зарадашт или Зарадашт, по-разному, и греки по-разному называли, и армяне называли, и почитали, и почитают до сих пор, считая его первым пророком, пришедшим от создателя Бога. Магия персов, она разнообразна, она связана и с языческими силами, перемешкой с исламскими святынями, святыми именами, которые произносятся. То есть вот этот колорит языковой, колорит народной, народного творчества, народной медицины, травничества, это все перемешано воедино. То есть человек может лечить и сурами из Корана, начитав, может лечить и произнося древние заклинания, призывая древние силы, более древние. Это все считается нормальным. А иногда, вот как, например, в христианстве, взяли древние традиции и переименовали все это во имя отца и сына, но профессионал прекрасно понимает, что там было сказано во имя Бога Велеса или во имя Дождь Бога и прочее, но деформировали, переименовали, чтобы, может быть, эти традиции сохранились, потому что бывали моменты преследования колдунов и целителей. Вот этот ритуал мне передала женщина, она попросила ее не назвать, но сказала, что я могу назвать только имя ее бабушки, точнее прабабушки, которая передала ей это, и она лечила людей, и у нее есть огромный арсенал заговоров, мне некоторые из них переданы, я им передам вам и объясню, вот те, которые она давала людям и позволяла им самим проводить, я эти вам и передам. Сказать, что это заговор очень скрытый и просто нигде невозможно найти, это будет неправильно, потому что скорее всего есть люди, которые это знают, может в литературе она сохранилась и есть, но поскольку никто не знает, как называется этот заговор, и чтобы искать специально, естественно, это непросто, да, искать, находить, то есть оно есть в источниках, но мало известно, поэтому я хочу вам подарить этот заговор, этот заговор от хвори, от плохого самочувствия, от ощущения, что на вас влияет кто-то дурно, что вам становится плохо и головокружение, головные боли, если вы, предположим, были в компании людей, пришли домой, чувствуя себя плохо, ребенок начинает по ночам плакать, не спит, это точно такие же посылы, нехорошие энергетические вот эти удары, да и вообще, если человек чувствует себя очень плохо и не могут понять, что с ним происходит, почему у него такое состояние, он может провести для себя или для своего ребенка, подчеркиваю, вот ребенком называется тот, которому нету 17 лет вот с чем-то, дальше он сам может провести, набирается вода, просто вода, свечи здесь не обязательно, это так, для декорации, желательно при отключенном свете, тогда свечи зажигайте, любые, чтобы был свет, спички, я здесь взяла разного типа, и длинные такие спички, и короткие, нужно читать, зажигать спичку, начитать, кидать воду, чтобы они потухли там, после чего, то есть 10 раз читается, если короткие спички, значит несколько используется, пока заговор не прочитайте, читается 10 раз со спичками, 10 раз над этой водой, а потом этой водой умывает лицо и руки, эти спички просто выкидывают, проводится три ночи к ряду, должна быть ночь, сумерки, любое время, не имеет значения луна и прочее, но проводится три ночи к ряду, называется этот заговор кайарма, исцеление, но, друзья мои, я забыла сказать, имя этой женщины немножко так отвлеклась, ее звали Гурдафарид, она была родом из северного Ирана, но вышла замуж из своего мужа, переехала в Таджикистан и жила там, она именно иранка, хотя таджики точно такие же персы, просто эта женщина была именно из рода колдунов Пехлеви и обладала этим искусством, звали ее Гурдафарид, что в переводе означает рожденные богатырями. И поскольку мне передали эти работы, я посчитала, что они очень достойны и стоят того, чтобы я их показала миру. Не случайно они попадают ко мне, не случайно их души направляют своих внуков, правнуков ко мне, чтобы передать мне эти работы. Она ей снилось перед этим, перед тем, как она познакомилась с моим каналом, она говорит, что мне снилась моя прабабушка, она стояла возле дороги, и у нее был как раз очень тяжелый случай в жизни, такой трудный момент, я говорю, что мертвые видят нас, наши близкие, родные, и подсказывают, и помогают. И она передала ей такой комок света, что-то такое блестящее, какое-то светлое что-то, и она говорит, я сначала не поняла, похоже на звезду руки, а потом смотрю, это свет, какой-то свет, и она передает ей и говорит, возьми нур, нур означает, знаете, свет вселенной, и потом переименовали как божий свет, нур, свет, то есть не в том понимании свет, чтобы мы свет включали, а именно свет, знания, может быть, да, скрытые что-то, таинства, свет, просвещенность, и она проснулась, и на следующий день случайно попала на мой канал, ее проблема решилась, и она говорит, что долгое время я думала, как это сделать, что, и потом решила вам передать, потому что вы лучше распределитесь этими знаниями, и я вам даю слово, что так и будет. Итак, я благодарю ту самую, которую звали Гурдафарид, за то, что она это наследие оставила, я сегодня имею возможность вам с помощью этой работы помочь, и подсказать, и подарить, и объяснить, как это проводить. Итак, давайте так, я сначала прочитаю несколько раз, а потом со спичками сделаю манипуляцию, потому как мне просто неудобно и читать, и как бы это все делать. ДАСТИМАН НЕАЗОНИ ПИБИФОТИМАИ ПИЗАХРО ДАСТИМАН НЕАЗОНИ ПИХАЛИЧАИ КИБРИЁ ДАСТИМАН НЕАЗОНИ ЧУПОНАТОИ ЗАНГИБОБО ДАСТИМАН НЕАЗОНИ ХАЗРАТИАЛИ ДАСТИМАН НЕАЗОНИ КАСОБИХУН РЕЗАНДА БАСАРФИ ПУЛХИ СИПКУН БАДУЛИ АСЬО БАЧАШМИХОСИТ ХАРКИ АСХУШАТ ЧИК-ЧИК БАРО-БАРО ДАСТИМАН НЕАЗОНИ ПИБИФОТИМАИ ПИЗАХРО ДАСТИМАН НЕАЗОНИ ПИХАЛИЧАИ КИБРИЁ ДАСТИМАН НЕАЗОНИ ЧУПОНАТОИ ЗАНГИ БОБО ДАСТИМАН НЕАЗОНИ ХАЗРАТИ АЛИ ДАСТИМАН НЕАЗОНИ КАСОБИХУН РЕЗАНДА БАСАРФИ ПУЛХИСИПКУН ХИСОПКУН БАДУЛИ АСЬОП БАЧАШМИ ХОСИТ ХАРКИ АСХУШАТ ЧИК-ЧИК БАРО-БАРО ДАСТИМАН НЕАЗОНИ БАРО-БАРО ДАСТИМАН НЕАЗОНИ БИХАЛИ ЧАИ КИБРИЁ ДАСТИМАН НЕАЗОНИ ЧУПОНАТОИ ЗАНГИ БОБО ДАСТИМАН НЕАЗОНИ ХАЗРАТИ АЛИ ДАСТИМАН НЕАЗОНИ КАСОБИХУН РЕЗАНДА БАСАРФИ ПУЛХИСОПКУН БАДУЛИ АСЬОП БАЧАШМИ ХОСИТ ХАРКИ АС ХУШАТ ЧИК-ЧИК БАРО-БАРО И ПОКАЗЫВЕЮ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ДА ЧТО Ж ТАКОЕ Вот так держите И читайте ДАСТИМАН НЕАЗОНИ БИБИ ХОТИМАИ БИЗАХРО ДАСТИМАН НЕАЗОНИ ПИХАЛИ ЧАИ КИБРИЁ ДАСТИМАН НЕАЗОНИ ЧУПОНАТОИ ЗАНГИ БОБО ДАСТИМАН НЕАЗОНИ ХАЗРАТИ АЛИ ДАСТИМАН НЕАЗОНИ Вот почти всё как раз. Если не успеваете, значит, возьмите несколько спичек. Отложите рядом на всякие. Это киньте, другой зажигайте и продолжайте. Неважно, сколько спичек вы там используете. Главное, 10 раз нужно читать и кидать спички. Главное, 10 раз нужно читать и кидать спички. Дальше. Чик. Баро-баро. Для детей, если проводите, если маленький ребёнок, если сядет за алтарь, садится, ручки сюда на стол. Вы это всё делаете, за него читаете. Потом над этими вот это берёте, над головой держите его, читайте над головой 10 раз, держа. А потом промывайте лицо. Если ребёнок слишком маленький, то, естественно, ребёнок должен быть поближе, понимаете. Вы с его энергией это должны вытаскивать. Ну, поставьте рядом с люлькой, значит, начитывайте, кидайте, а потом вот так держите сверху над ребёнком, начитайте. И вот этой водой немного так протрите ручки, лицо, а остальное вылейте, можете вылить куда угодно. Если есть место вместе с спичками, можете так выливать и смыть. Это всё выкидывается. Просто вы должны вот немного, ну, насколько, ну, раз 5-6 вот так протирать лицо. То есть очищайте. Вот вы начитали, вытянули это всё, а теперь должны смыть окончательно. Я ещё несколько раз прочитаю, и всё остальное я вам объяснила. Так, как откупиться от этого всего. После того, как вашему ребёнку стало легче, выносите чёрный хлеб. Любой напиток квасного типа, то есть не алкогольный, а квасного типа, то есть как бы брожённый напиток. Можно квас купить, в принципе. Выливаете вот эту всю бутылку на землю, под дерево, естественно. Оставляете вот эти куски чёрного хлеба. Не нужно здесь отвлекать коты. Всё, монеты не нужны. Это стекло или что там, или пластмассу можете с собой унести, не засорять там природу. И говорите, благодарю, не откупайся, а благодарю, отвернитесь и уйдите. Итак, ещё три раза прочитаю. И я думаю, что всё остальное действие я уже объяснила. Подули, а сиоб, пачашми хосит. Хар, ки асхушат, чик-чик, бару-бару. Дастиман не азони, бибифотимаи безахро. Дастиман не азони, пихали чайики брио. Дастиман не азони, чупонатои занги бобо. Дастиман не азони, хазратиали. Дастиман не азони, касобихун резанда. Подули, а сиоб, пачашми хосит. Хар, ки асхушат, чик-чик, бару-бару. Дастиман не азони, бибифотимаи безахро. Дастиман не азони, пихали чайики брио. Дастиман не азони, чупонатои занги бобо. Дастиман не азони, хазратиали. Дастиман не азони, касобихун резанда. Пасарфипул хисоб кун, бадули, а сиоб, бачашми хосит. Хар, ки асхушат, чик-чик, бару-бару. Все остальное я вам объяснила. Я еще буду снимать еще один ритуал, подаренный ею. Надеюсь, у меня на это хватит сил и времени, и энергии. Всем удачи и всех благ. А насчет текста еще раз объясняю. Имейте терпение, уважение. В течение некоторого времени обязательно Яна этот текст выставит. Всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!